Здравствуйте! Это программа «Восемь вкусов». Готовьте вместе с нами, ведь это вкусно, полезно и интересно. Сегодня наши гости Оксана Якуш, главный редактор «Радио Лема». Здравствуйте! И готовить мы будем под руководством сум-шефа ресторана «Огонек» Владимира Ермоленко. Владимир, всем здравствуйте! Почему ресторан «Огонек» называется фермерским? Фермерским наш ресторан называется не только потому, что в наших блюдах используются продукты непосредственно производителей. Мы также глубоко убеждены в том, что пища должна быть экологически чистой, натуральной, полезной, понятной и качественной. «Огонек» – ресторан про вкусную и здоровую авторскую кухню с упором на дальневосточный колорит. Мы рады всем гостям и нам всегда есть чем удивить как жителей города, так и его гостей. И мы рады тем, кто разделяет наше желание наслаждаться жизнью и дышать полной грудью. Я думаю, для начала мы узнаем, раскроем интригу, что сегодня мы будем готовить. У нас сегодня две позиции и одна сюрприз – это мидии в ореховом соусе будут. Это будет премьера, да? Да, это, можно сказать, премьера, да. Так, у нас лапша домашняя. Мы ее делаем сами с копченой курицей, с помидорами, со стручками фасоли, с пакчой – это разновидность шпината. И сливочный соус. И будет салат с осьминогом и с сливочным муссом. У нас просто роскошное меню на сегодня. Соус цитранат, песто, ну, немножко картофеля молодого. В принципе, все. Можем начинать. Владимир, что вы нам можете дать, какое задание? Честно, сегодня у нас мало заданий. Ну, как всегда. А я сегодня как в подмастерии, да? И я тоже в том числе. У нас вот есть картошечка отварная уже заблаговременно. Мы ее достанем. Можете порезать ее дольками. И помидорку порезать мелким кубиком. Уже по традиции я буду резать мелким кубиком. Если хотите, тоже можете кубиком. Могу я сам. Сейчас мы будем смешивать микс с соусом цитранат. Это... Цитранат? Да. На основе оливкового масла и лимонного сока. С добавлением соли, сахара и перца. То есть, оказывается, этот соус называется цитранат. Оксан, ты часто дома готовишь? Любишь это делать? Ну, вообще, сейчас не часто, потому что работа. Но время, когда появляется, то да. Причем я готовлю на глаз. Тоже, да? Не по рецепту любишь? Не по рецепту. Я, честно говоря, тоже предпочитаю готовить на глаз. Знаешь, подсмотреть где-то, попробовать какое-то блюдо. И дома уже попробовать его воспроизвести. Всегда интересно. А были у тебя какие-нибудь кулинарные провалы? Мы сюда? Да, я думаю, можно сюда. Хм, господи, конечно, были. Расскажи. А то что-то мы все про всякие изыски разговариваем, как все получается. Классики, пересол. 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 А что именно ты пересолила? Борщ пересолила. Оу. Почему-то я так подумала, что это было. То есть столько труда ушло на этот борщ, и когда уже он отстоялся, он стал таким просто невероятным даже по виду. И когда... Ароматным. Ароматным. И когда, в общем-то, пошел процесс поедания, то, в общем, это было фиаско, как говорится, братан. Ну, зато на вид красивый. Зато на вид красивый. Так, Владимир, что сейчас будет происходить? Я так понимаю, что-то интересное, да? Я мусс делаю сливочный для нашего салата. В сифоне? В сифоне, да. Потому что сифон мы вспоминали из нашего детства, когда делали газировку. Да. Главное, чтобы он не брызнул ничем. Так. Ну, все, в принципе. Потом будем салат отстреливать сбоку. А, то есть мы пока не будем ничего. А, ну да, еще же рано на соус добавлять. Как вы сказали, отстреливать салат? Ну, добавлять мусс на салат. А, отстреливать. Отстреливать. Это профессиональный жаргон. Профессиональный, да. Оксана, ну, мы, собственно, раскроем сейчас, наверное, секрет. Мы собрались здесь с тобой сегодня еще и по поводу, по очень замечательному. Правильно? Ну, пойдет. Владимир, руководите. То есть сейчас как картошку нарезаю. Давайте я покажу. Вот так показывайте, конечно, показывайте. Секунду. Наскосок. Слайс – это мелкая нарезка. Помидор, кубиками я уже научила. Я всегда завидую. Вот всегда завидую, когда так режут. Потому что вот, ну, это как. Я пробовала, у меня не получается. Ну, сноровка, тренировка. Годы практики. Я как домохозяйка. Вот так. Все, уже не надо ничего резать. Я порезаю. Спасибо большое. Слушай, как ты хитро так, а? Вы мне положите его прямо в картошку. Хорошо. Итак, мы собрались сегодня по замечательному поводу. Можно даже сказать, наверное, знаменательному. 25 лет. 25 лет исполняется радио «Лема». Радио «Лема», да. Оксана, ты, получается, работаешь с самого начала, да, с основания радио? Расскажи. «Лема» образовалась в 96-м году, а я пришла на «Лему» в 2002-м. То есть я сначала работала на ВИБИСИ, а затем перешла на «Лему». Вот. И вот с тех пор, как говорится, сколько я уже лет? Я гуманитарий. Я тоже. Поэтому, ну, в общем, с 2002-го года. Кто почитает, тот молодец. Как все начиналось? Потому что все равно 2002-й год – это, ну, это все равно, можно сказать, что начало пути, да. И как все начиналось, какой была команда? Расскажи очень интересную такую историю появления этого радио, уже легендарного у нас в городе. Ну, вообще, изначально у «Радио «Лема» был слоган или девиз, как это называют, «Свободный голос при море». То есть это было такое, ну, несколько политизированное радио, в общем, оппозиционное, я даже бы сказала. Затем менялась команда, менялись люди, и девиз уже стал носить другой приоритет, стал для тебя «Приморье». Затем был слоган, опять-таки, время пошло, команда менялась, и время менялось, и слоган стал звучать так – «На частоте общения» или «Частота общения». Ну, а сейчас у нас девиз «Слушай, действуй, живи». Поэтому так. Ну, конечно, все эти трудности с «Лемой» периодически бывают, но, тем не менее, благодаря той команде профессионалов, которая была изначально заложена, сейчас и в данный момент на радио работают действительно уникальные люди, каждый человек уникальный, и действительно профессионалы. Даже когда приходят молодые сотрудники, как я говорю, что мы не берем дилетантов, потому что у человека что-то должно быть в голове, и должен быть какой-то багаж внутренний знаний. Потому что когда ты общаешься с людьми, радиослушателями, а их, ну, не побоюсь этого слова, многомиллионная аудитория, потому что нас слушают по всему миру, да, они должны нести, как говорится, в мир не какие-то анимашки и, в общем-то, такую ерунду, а действительно быть подкорными интеллектуально, чтобы были знания. Потому что аудитория у Леммы, она разная. 25, 30, 45, 50, 60, 70. И поэтому для каждого, даже дети, у нас категория 0+. И поэтому для каждого ведущий должен быть интересным. Вот, поэтому так. У нас тут молодой картофель, немножко сельдерея. И сейчас мы будем добавлять осьминог молодой. Он у нас приготовлен по технологии СУВИТ. Это вакуумная технология на низких температурах. Ну, в принципе, все. Здесь добавили зубчик чеснока для аромата. Можно тимьян, розмарин у нас нет. Ну, тоже вкусно будет. В конце добавляем сливочное масло, когда уже ввели осьминог. Осьминог мы обжариваем минимальное количество по времени. Да, буквально чуть-чуть. Это уже как бы готово. Мы просто делаем немножко колер. Нарезка немножко, ну, как бы, от переменос, мы уже договорились, не меняется. Вкус будет хороший. Так, забрасываем уже осьминог. Такое интересное сочетание, да, картошка и осьминог? По-домашнему. По-домашнему, по-дальневосточному. Да. Кстати, многие боятся осьминога готовить. А понятно, почему? Говорят, что резиновый. В чем секрет? Да. На самом деле, очень много технологий приготовления. Есть быстрые технологии, то есть прям ошпаривание до выделения первого белка. Ну, вода побелела, вытащили. Есть прям долгие способы варки, то есть там до двух, до трех часов доходит. В зависимости от размера. То есть, если у нас молодой осьминог, то он быстрее готовится. Да, да. Кто-то вообще запекает с травами. Ну, очень модно сейчас в стиле Азия делать с лемонграссом, с галангалом. То есть, очень много вариаций различного. Проблем нет. Ой, запах пошел прям. Аромат, да, аромат очень на меня. Видите, чеснок как бы очень сильно работает на самом деле. И, ну, как бы, вот такая мелочь. Просто зубчик чеснока, потом его выкинем, а вкус останется. Ты сказала, что абсолютно разные слушатели в радио Лема разного возраста. В чем секрет? Ведь не так просто, в принципе, найти свою аудиторию, а еще и удержать разновозрастную аудиторию. Как ты считаешь, в чем вот ваш секрет? Ну, кто главный, вот вопрос, кто главный человек на радио? Ведущий? Слушатель. А, слушатель. Да. Я провалила этот экзамен только что. Это нормально. Просто слушатель действительно главный человек. И поэтому для кого работает радиостанция и тот, кто на ней работает? Это, конечно же, те люди, которые работают для слушателей. Его не будет, не будет радиостанции. Кому она нужна, да? Вот. Поэтому позиция того, что мы работаем для слушателей, вот она как бы идет такой красной линией. И поэтому каждый слушатель, как и каждый сотрудник радио Лема, он уникален. У всех разный характер, у всех разная жизненная позиция, у всех разные жизненные ситуации. И поэтому найти вот эту золотую середину, чтобы донести до разных людей ту информацию, ту доброту, тот позитив, который нужен, а это обязательно. То есть это, ну, это главное, я считаю. Ну, естественно, я повторюсь, что это профессионализм. Потому что вот я, когда приходят молодые люди, допустим, пробоваться на ведущего, естественно, это страшно, потому что у нас стоит ведущий, не просто он сидит и микрофон разговаривает, да, вещает. Вот. У нас, во-первых, большой пульт. Две клавы у ведущего. Здесь компьютер. Две одновременно. Одновременно здесь компьютер. Плюс микрофон, плюс два телефона. И то есть ты, как ведущий, это вот так осьминог. Да. Это осьминог. Это осьминог, который должен своими щупальцами, своими руками, головой делать все одновременно. И иметь очень хорошую координацию. Да, иметь очень хорошую координацию, подвешенный язык. И когда, ну, в этом главная механика. Когда ты уже механически все это понял, запомнил, туда уже вступает, как бы, вот, диалог со слушателем. Но это, опять-таки, страшно. Конечно. И я всегда говорю молодым, вот представьте, вот перед вами микрофон, да? Микрофон. Представьте, что вот в этом микрофоне находится очень-очень много людей, для которых вы и говорите. То есть они вот здесь с вами. Не там где-то эфемерно, да? А вот здесь вот. Тогда становится сразу легче. Ну как? Не страшнее опять. Ну, потом постепенно все управляется, да. Вот, конечно, каждый ведущий готовится к... К эфиру. К эфиру, потому что и есть редакторы, которые ему помогают. Бывают какие-то ошибки, бывают нелепости, но это не без этого. То есть забыл выключить. Более того, радио – это же прямой эфир. Конечно. Это же жизнь. Это прямой эфир. В записи идут программы. Я хочу сказать то, что салат наш уже подготовлен. Здесь у нас песто на основе свежих листьев базилика, кедрового орешка, сыра пармиджан. Это домашнее, это вы делали, да, сами? Ну, соус, да, конечно, наш. Все наше. Домашнее песто. Вот салатик, в принципе, наш простой такой, готов. Ничего здесь сложного. То есть момент сифона мы проболтали? Момент, ничего страшного. Такой соус у нас получился. А, сифон проболтали? Да. А покажите нам еще раз. Покажу еще раз. Можно добавить просто немножко соуса. Соус очень сочетаем именно… Смотри, как он получается. Муссовый такой прям. Это за счет насыщения газами происходит. Он не опадает. Есть много различных загустителей. Мы не используем. У нас все натуральное. Так, момент сифона. Засифонить. Сифоним. Стряхнули. Потихонечку нажимаем. Почему? Если вы очень сильно нажмете, то вы будете все в сифоне, так сказать. Бывают моменты, когда просто пшикаешь, он во все стороны разлетает. Ну, такой получается мусс. Можете посмотреть. А что здесь в составе соуса, Владимир? В составе соуса у нас используются сливки, сотей из овощей, добавлением картофеля и куркумы, и немножко карри чуть-чуть. Мне кажется, это практически отдельное блюдо, учитывая, что там картошечка, овощи, да? Смотри, как классно. Салатик у нас готов. Сейчас у нас все просто будет паста и наши мидии, которые мы готовим в первый раз, с ореховым соусом. Как вы режете лук? Я кубиком. Не правильно? Обычно луковицу вдоль режут, вы как-то срезали. Интересно, ну ладно. Ну, кубик красивый? Да режьте, режьте, хорошо. Ну, я же помидоры резать научилась, а лук еще нет. Ань, ты как режешь? Чтобы не одну меня ругали? Я тут посмотрю на тебя, тоже так же буду резать. Ну, я вот так, смотри, вот так делаю. Поперек разрезала. У меня авторская технология нарезки лука. Нет, ну... Потом я его вот так нарезаю вдоль полосочками. Собственно говоря, я так же режу. Вот. Ну, это вот удел творческих людей, видимо. Вок всегда надо протирать, на самом деле. Вот ее помыли, эту сковородку, но даже вот в Китае используют, да? Откуда у нас пришел это? Ну, это не только в Китае, это кочевники возили с собой такие сковородки в форме. Это вок, да? Да, да. Да, и их надо натирать маслом. Ну, прокаливаешь и протираешь маслом, потому что они металлические имеют свойство ржаветь. А, и масло защищает, да? Да, масло защищает. Очень хорошая нарезка. Меленькая, мне очень нравится. Yes. Я проиграла. Тоже пойдет, конечно. Конечно же, к каждому эфиру нужна подготовка, потому что, когда ты уже становишься профессионалом, тебе, в принципе, подготовка не нужна. Но, тем не менее, хорошая импровизация – это все равно подготовка. Конечно. То есть ты должен много читать, ты много должен знать, и у Владимира там помидоры. У нас помидоры, и здесь у нас... Стручковая фасоль. Да, стручковая фасоль. Журналисты, в принципе, люди, которые должны иметь очень широкий кругозор. Они должны быть универсальными. Они должны быть универсальными. А радиоведущий, который непрерывно говорит в прямом эфире, он должен, мне кажется, вдвойне... Мега-ультра-супер быть... Да, 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 совершенно верно. Потому что гости, например, на прямой эфир приходят разные. Приходят политики, приходят бизнесмены, приходят артисты, творческие люди, врачи, строители. И то есть с каждым нужно разговаривать так, чтобы ты был в теме. А как ты будешь в теме, если ты, допустим, не знаешь, о чем говорить? Поэтому... Поэтому нужна подготовка. Я помню, был такой случай. Меня пригласили в Китай на международную пресс-конференцию по деревообработке и лесопромышленности. Где я и деревообработка. Но меня еще попросили прочитать там доклад. Доклад? Да. Я подготовила. А доклад, подожди... По деревообработке и лесопромышленности. Необычная календировка. Да, поэтому все хорошо, все прекрасно, я все поняла, все как бы... А сколько времени у тебя ушло на такую подготовку? Ну, день ушел. Потому что нужно... Всего лишь день? Ну, да. Вот так, это 25 лет, радио менялось, менялся контент. Да. Но я думаю, что есть, наверное, проекты, которые, может быть, там видоизменялись, но в целом вот они пережили весь этот этап становления радио и дальнейшее его развитие. Вот что это за проекты? И как, почему удалось их вот сохранить такими? Ну, если о контенте говорить, то до 2008 года радио было... Радио Лема было русскоязычным радио, только там играла только русская музыка. Это такая политика была. Да, это такая политика была. И когда я пришла после радио Ви-Би-Си на радио Лема, то я, ну, как бы, для слуха это было, ну, очень, как бы, воспринимать необычно, потому что только русская музыка. Круглые сутки. Затем в 2008 году добавили в плейлист уже зарубежную музыку. Кстати, хочу сказать, что радиослушатели стали возмущаться. Они стали просить, верните вот эту русскую музыку обратно. Ну, постепенно привыкли все. Вот сейчас у нас и русская, и зарубежная музыка звучит. Программы у нас, они тоже уникальные. То есть, если говорить просто про эфир, звучат программы. Это специальные программы. Модная штучка, будьте здоровы, тест-драйв про автомобили, стройся про стройку и так далее. То есть, таких программ много, да? Вот это внутренние. А выездные акции у нас также разные. У нас Лема Мобиль. Всем известная, да, акция. Сейчас, кстати, у нас проходит акция, проходила, проходит акция Стиль Мобиль с салоном красоты. То есть, выезжаем, дарим подарки людям. Недавно тоже была акция, посвященная 8 марта. Весенний патруль с ГИБДД и с 8 телеканалом, кстати, мы выезжали, да. Регулярно тоже. Регулярно. Так что 8 каналу большой респект, как сейчас говорят. Проводили мы и День города, и День рождения Радио Лема на точках внешних городов, и День тигра, День рыбака, различные демонстрации. Да, то есть, вот сейчас Владимир будет нам демонстрировать чего-то. Вот, собственно, и демонстрация. Ну, наша паста готова. Домашняя с копченой курицей, с пакчой, со свежими помидорами черри. Лапша сделана по классическому рецепту, да? Нет, это вообще лапша у нас авторская. Расскажите. Она сделана на сливках с добавлением куркумы для цвета. Итак, пока мы разговаривали, у нас готово второе блюдо. Сюда, да, давайте сюда, ставьте, ставьте, поближе, поближе, поближе. Все мне, все мне. Ты там уже вообще в ароматах божественных просто. Так, у нас сегодня премьера блюда. Да, так как у нас идет фестиваль мидии, он заканчивается 30 мая, мы сегодня решили приготовить мидии в ореховом соусе с помидорами, с томатами и с луком порей. В общем, мы еще и экспериментируем. Да, эксперимент. Главное, чтобы удался. Так, мидия. Она подготовленная, я так понимаю. Она приваренная, то есть мидии просто так не готовим. Их нужно всегда пришпарить или обдать кипятком или паром, если есть у вас пароварка, чтобы... Открылись, да? Открылись творки и именно белок собрался. Потому что если вы начнете готовить их неприваренные, они, естественно, могут растечься и будет неаппетитно выглядеть. У нас, видите, вообще мидии различаются... Так, это у нас пустая попалась, ничего страшного. Она вон выпала. Выпала, вот. Мидии отличаются даже по полу. Есть мальчики, есть девочки. Да, да. Да ладно? Серьезно. Вот это вот мальчики, они светленькие, а девочки будут... Оранжевые. Да, оранжевые, все правильно. Икра, и это молоки. Ну, в принципе, все, как и везде. Ничего не поменялось. И сколько нового мы узнаем, да? Да. Кстати, вот когда у вас вот такая будет одна без ничего, ей можно лайфхак, если, ну, доставать прям и кушать прям. Ммм. С творками. Сколько информации полезной. Прогреваем вог в сковороду. Добавляем наши прекрасные лук и помидорки. Хорошо прокаленный вог в сковороду. Масла много не надо лить. Масла можно добавить всегда. В процессе уже. В процессе. Ну, вот все продукты начинают впитывать масло. Лучше добавить масло. Не надо много. Потому что если вы добавите много масла, у вас начнет... Плавать все. Да не только плавать, брызгаться. Зачем оно нам надо? Мы его до золотистой корочки обжариваем, да, Дэд? Можно до золотистой. Я сатэ просто делаю, немножко прижариваю. В таком азиатском, да, больше стиле? Да, в быстром. Лучок немножко обжарили у нас. Добавили помидорку. А мы это солим вообще? А у меня ореховый соус уже посолен. А. Соли хватает. Вся фишка в том, чтобы именно соус проник... Внутрь? Да, вовнутрь. Вот это самое главное. Сейчас посмотрим, как это нужно делать. Если есть гарнирная ложка металлическая, это лучше. Половникам сейчас немножко неудобно. А сколько по времени? Сколько именно меди? Пять минут потушим, и все. Если соуса мало, можно добавить еще соус ореховый. В конце, опять же, добавляем везде сливочное масло. Будет вкусно. Интересно узнать, как Радиолема будет праздновать свой день рождения. Ну, пока секрет, раскрывать не буду. Да, но дело в том, что в прошлом году, и может быть где-то и в этом году, мы устраивали музыкальный марафон. То есть мы практически в нашей студии, Радиолема, она позволяет, приглашали гостей, наших местных музыкантов. Я помню, мы постоянно приходили, мы слушали концерты. Да, и велась прямая трансляция, 8 канал, кстати, вел съемку, эта вся съемка шла на YouTube. В общем, нас смотрел весь мир, то есть там и США, и Корея, и Китай, и, в общем-то, Казахстан, уже не помню. И сразу шла онлайн-трансляция в плане отзывов, переписки, да, вот, чат. То есть там очень много людей, в общем, так прошло все хорошо. Марафон длился с 8 до 20 часов, по-моему. То есть это такой нон-стоп. Но все было очень, очень так цивильно, красиво и зажигательно. Поэтому где-то, может быть, хочется что-то повторить, потому что я считаю, что вот этот стандарт, он действительно охватывает большее количество людей, чем где-то мы там собрались на какой-то одной точке, да. Все, буквально вот оно постоит секундочку, пускай пропитается еще. Соуса у нас немного, весь соус впитался, вкус получился интересный, я думаю, вам понравится. Чеснок, переход, сливочное масло как бы смягчает немного вкус. Ну, мы сделаем украшение из лимончиков, все по-простому, ничего сложного, можно делать это дома. Кто-то, допустим, любит лимон, вот так вот сделаем на украшение. Я часто лимон добавляю, я в борщ постоянно добавляю лимон. Лимон? Вот мне надо, чтобы борщ был кислый. Я в салат. В салат, да, тоже, но я прям вот, о как, прям такой кусок лимона, чтобы можно было, если что, полить, надавить. Да, надавить, допустим, кому-то, допустим, кислой среды не хватило. Угу, таким, как я, мне всегда его не хватает. Почему ресторан «Огонек» называется фермерским? Фермерским наш ресторан называется не только потому, что в наших блюдах используются продукты непосредственно производителей. Мы также глубоко убеждены в том, что пища должна быть экологически чистой, натуральной, полезной, понятной и качественной. «Огонек» ресторан про вкусную и здоровую авторскую кухню с упором на дальневосточный колорит. Мы рады всем гостям и нам всегда есть чем удивить как жителей города, так и его гостей. И мы рады тем, кто разделяет наше желание наслаждаться жизнью и дышать полной грудью. Итак, наступает самый волнительный момент нашей программы. Мы будем пробовать. У нас сегодня целых три блюда. Давайте повторим, как они называются. Так, у нас это лапша с копченой курицей, с различными продуктами. Это помидоры черри. Так, что тут у нас еще? Стрелки чеснока, ой, не стрелки чеснока, а строчковая фасоль. Да, и пак чой, разновидные шпинаты. Мидии в ореховом соусе. В ореховом соусе. И салат? С помидорами и с луком. Как называемый салат? Салат со сменогом и соусом песта с муссом сливочным. Я предлагаю меньше говорить и больше говорить. Да, пробуйте. Как вкусно. Да? Супер. Я сам не знаю, что получилось, конечно. Очень вкусно. Очень вкусно вообще. Мы поэтому не едите с маной. Сочетание имена картофеля с осьминогом очень даже неплохо. Необычное такое. Ну и сам мусс, конечно, такой нежный. И картофель придает такую консистенцию ему приятную. Осьминог прям мягкий. Так, идем дальше. Лапша. Размешайте соусом, чтобы все... То есть вообще спагетти, пасты мы кушаем, чтобы соус прям был до последней ложки. Да? Да. А я думала, надо так красиво так поддевать. Не надо. Надо именно, чтобы все было... Я смешала. Да, вот так вот. Ой, ой. Много. Чтобы ваши рецепторы прониклись. Супер. Она чуть-чуть остренькая. Да, есть там... Ммм, можно я мясо? Да, конечно. Ммм, очень вкусно. Филе копченой курицы. Вообще необычно, вкусно. Супер. Супер. Так. Петюня? Да я тоже, я. Так. Ну и... Вот сегодня у нас получается новинка. Мидии в ореховом соусе. Пробую. Мидии мы едим руками, да? Можно руками. Можно одну вытащить и этой же створочкой доставать другие. Как вы нам рассказывали. Так. Можно лимончиком, да? Можно. Ну мне лучше попробовать и так, а потом уже с лимончиком. Хорошо. Чтобы не перебить вкус. Так, а я попробую. Я нашла пустую. А я не нашла, но я... Да, одну держим. Ничего страшного, ручки можно помыть. И вот так вот едим. Классно. Да? Да, вкусно. Ну все, можно водить в нее, значит. Вкусно. Можно однозначно, да. Очень получается... Во-первых, сами мидии очень нежные, я хочу подчеркнуть. Тоже мягкое-мягкое. И орех, он, видимо, смягчает ее вкус еще сильнее, да? И такая вот... Текстура такая подняет. Да, и я еще хочу заметить, что мидия не потеряла свой вкус. Да. Да. Это очень важно. То есть если перебить соусом это все... После мобильника. Делая эту историю, то есть тоже будет плохо. То есть должно быть все в меру. Ну я считаю, что это блюдо точно необходимо вводить в меню. Вы думаете? Да. И приятно, что мы были первыми, кто его попробовал. Спасибо вам большое. По следующему фестивалю мидии мы его увидим. Супер. Владимир, благодарим вас за этот чудесный стол. Не побоюсь этого слова на сегодня. Прямо низкий поклон, как говорится. Спасибо вам, что пришли. С праздником, с 25-летием. Спасибо большое, Владимир. Радио Лему. Поздравляю. Спасибо. Я вам в свою очередь хочу сказать, что вы мега-шеф. Я су-шеф. Меня устраивает. Мега-су-шеф. Да. Оксана, тоже хочу поздравить от лица 8-го канала с 25-летием. Спасибо большое. В том же темпе двигаться дальше. А тебя попрошу поздравить, как мы уже знаем, главных людей, слушателей Радио Лемы. Тебе слово. Да, я хочу поздравить, во-первых, коллег, слушателей с 25-летием. Пожелать, ну, я не буду говорить красивых слов, потому что можно там витиевато наговорить. Я желаю, чтобы все были по-человечески счастливы, потому что что в нашей жизни нужно? Это чтобы было здоровье у вас, у ваших родных, близких и друзей. Чтобы в душе цвели цветы, на сердце была радость. Чтобы на работу вы приходили с удовольствием, домой шли с таким же удовольствием. Чтобы вас окружали те люди, с которыми вам действительно комфортно. И чтобы обязательно с вами были надежные люди, которые всегда смогут прийти на помощь. Да и просто с которыми можно хотя бы просто помолчать, а это главное. Так что с праздником всех нас и вас с праздником. И всего-всего самого доброго. Ура. С днем рождения, Радио Лема. Это была программа «Восемь вкусов». Готовьте вместе с нами, ведь это вкусно, полезно и интересно. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин